Кто кому будет подсказывать? Когда произошел медный бунт, какой ручкой можно писать? Обычный разговор перед экзаменом. Вот только скрывают волнение за шутками про неподготовленные шпаргалки взрослые. Преподаватели вузов, директора учебных заведений, политики, журналисты. Конечно, я готовилась, пришлось вспомнить демоверсию по истории. Я историю изучала только в вузе. И кроме того, я волнуюсь за процедуры. Потому что пройти организатору ЕГЭ или педагогу обязательно нужно пройти через саму технологию. Так будет проще и детям рассказать, что их ждет на испытании. Такое полное погружение взрослых в процедуру госэкзамена проходит уже третий год. Столько реализуется проект ЕГЭ для всех. Проект, который впервые провел РУЗОБНадзор на уровне Российской Федерации. Мы подхватили этот проект. И этот проект подхватили в нашем регионе муниципалитеты. То есть органы управления образованием на местах. Уже в том году их было 17. Все строго. На входе у меня проверили паспортные данные. Проводили в отдельную аудиторию, где мне предстоит оставить все свои вещи. И телефоны, и, возможно, шпаргалки. С собой только паспорт и ручку. Прошли взрослые участники испытания и проверку металлодетектором. Впрочем, этот тест перед тестом сдали не все. Телефон пронес специально, признался заместитель губернатора Олег Васильев. К слову, историк по образованию. Это проверка самого металлодетектора. После контроля проходим в аудиторию, где, собственно, и будем сдавать экзамен. При вас будет пакет открыт и продемонстрировано его содержание. В запечатанном пакете диск – это как раз одно из основных новшеств ЕГА-2016. Контрольно-измерительные материалы в 13, в том числе самых отдаленных пунктов области, будут доставлены на электронном носителе. Сама программа устроена таким образом, что ключ для расшифровки диска поступает в пункт проведения экзамена не ранее, чем за полчаса до начала экзамена. То есть этот ключ получат только член ВЕГА. После вскрытия пакета при нас материалы с диска отправляются на печать. Затем инструктаж и время на заполнение бланков. Особая просьба обратить внимание на написание цифр 1 и 7. По команде организаторов приступаем к экзамену. На прохождение испытания у нас, конечно, не 3 часа 55 минут, как это будет у школьников, а всего 20 минут. Впрочем, и форма заданий будет несколько иная. В этом году часть с выбором ответа исчезнет. Появится сочинение, посвященное определенному периоду истории России. Есть надежда, что наши школьники справятся с этим заданием, заданием этого года. В этом экзамене в Вологодской области мы набираем среднее количество баллов, возрастает год от года. После окончания экзамена все бланки собираются, пересчитываются и отправляются буквально через несколько метров в другую аудиторию, где сканируются и уже по сети направляются в центр информатизации, это еще одна степень защиты. Все происходит, как и в помещении для экзамена, под прицелом видеокамер. В результате исключается возможность внесения каких-либо изменений в бланки уже после испытания. Дарьян Финогенова, Василий Попурин, Новости Вологды.